Сегодня у нас воскресенье, сегодня у нас запланированный сектор раунд. Это запуск АТГ, пожарного насоса, аварийного компрессора и шлюпок, а также проверка аккумулятора. Аккумуляторы у нас идут на АТГ, радио, навигечный хвейтман и аккумуляторы в шлюпке. Проверяем мы плотность ариометром. В принципе, недавно мы шлюпкой поменяли эти аккумуляторы, которые проверяются плотность на необслуживаемые аккумуляторы. Поэтому там некогда ничего и проверять, нельзя проверить. Сегодня 17-е число, календарик я уже до конца разобрасал. Если вы видите, в 18-м числе написано SMMS, я ручкой писал, то есть каждое размещение нужно заполнять SMMS. Я уже предварительно открыл программу, сейчас Игорь новелет камеру. Зашел я под своим кофелем, у меня вылезла несколько работ. Первая работа это main engine, cooling water, treatment, потом light bulb, engine, port side, subord side inspection, fire doors, inspection, emergency diesel generator, запуск и batteries. То есть, как я закрываю работу. Мы уже с Игорем сделали предварительно анализ воды. Взяли с движка пробу. Чтобы более детально ознакомиться, что вам нужно сделать, нужно нажать правую кнопку, future description. Откроется окно, где написано, что cooling water test должен выполняться еженедельно, записываться в локбук. И вот какие пределы нитритов, хлоридов, там от 1000 до 2400, хлориды должны быть ниже 50, и PH от 8,5 до 10. Что мы делаем? Мы заходим, вот стоит число, maintenance criteria. Запланированная работа, потому что каждое воскресенье, maintenance time. Скорее всего, inspection, мы проверяем его, и maintenance class, это engine. Жмем следующее. Сюда вставляем то, что я скопировал с U-job description, для упрощения заполнения. Job вкладки копируем в title. И начинаем тут немножко менять. Сейчас поставим несколько пунктов, это лишнее, все удалим. Вот так же написано, что добавлять воду в расшивительную необходимо с фреш-водер-генератора. Вот так как мы вводим здесь не сильно много, мы фреш-водер-генератор не запускаем. Мы не запускаем. Мы берем воду с берега, вода с берега не сильно хорошая, в ней много хлоридов на поясах. Поэтому мы выполняем решительную конденсатом с air-кондиционером. Тут сад, чтобы топлив было записано. Мы с Игорем сделали анализ воды. 1950. Нитрит-левел. Флорид-левел у нас 40. И PH у нас 9.1. Все, эти данные я выпишу на листик, потому что будет следующая программа, в которой мне нужно будет занести эти же данные. Waterproof. Все, condition before maintenance. Ставим good. Next. Тут ставил должность. Третий механик. И часы, ну сколько это за это? Какие-то, 10 минут. Следующая работа у нас инспекция шлюпок. Почитаем, что нужно сделать. Должны запускаться. Не меньше, чем на 3 минуты двигатель в шлюпку. Ну и прочее, прочее. В принципе, мы все сделали. Поэтому мы вкратце, вкратце закрым эту работу. Мы уже все запустили. Все проверили. Уровень дизельки, уровень масла. Есть ли вода в двигателе. Поэтому копируем job title, компонент в описание. И пишем просто одно слово. Инспектор. Все. Этого вполне достаточно. В должность также. Приятел инженер. Вот все по-все. Мы потратили его минут 20. Сейчас будем запускать инспектора. Но дело необходимо запустить вентилятор. Сделать продушку. Придем. Отпусками вот это на секунды. Ну, продушку. Понятно, что вентилятор будет работать в то время. После 30 секунд мы запустим форсунку розжига. И откроем соленоидный клапан от шлюпной подачки. Надо открывать клапанат оптика. Это основной клапан. Маленький. Это пайпар. Пайпар. Продвижка. Маленький. 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 Пайпар. Прис 학생. Прис, ем который прорезал. Вот так и было, как я сказал. Сначала заплетели простую курорщик, а потом включили соленоидный клапок, и простую курорщик сразу был, и начали добавлять подачу из топлива дизеля. Сейчас нам нужно прогреть топку до 400 градусов, вот, есть газ, температура лимит свитч, прогреваем до 400, уставка стоит на 500 градусов, то есть при достижении 500 градусов, внутри он автоматически вырубится, по высокой температуре, но с газом, вот. Поднимать топку необходимо медленно, чтобы глибрик этот внутри не обвалился. Ну что, какие основные есть тут сигнализации, на этой панели мы видим, есть файр, или когда низкое давление, дожигание, то есть, поднимай, хватило тут внутри, а то будет газ вархит, когда температура газа внутри топки. В походе, то надо на узнавку. Мотер 3, где 5 градусов. Видим, что вентилятор, просунку ложек, и светоин для плавки. Это газа с обатом, это какая-то переставка. Прошли. Прошли. Ватер, топ, 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 топ. Штоп, топ, топ. Капка перевода с дизельки на поставок. Видишь, что можно показать даже на татку, а сколько тут находится сзади. Вескоил карбы. Вот этот замерник, по которому видим, сколько сладше у нас. И вот этот клапан тренирует воду, ставит подогреватель на градусов 100-110. И потихоньку тренирует воду. Сейчас можно проверить, есть ли вода внутри. Да, немного есть. Дальше пошёл уже чёрный слад. Вот этот уровень. В достижении этого уровня необходимо отключить водогреватель, иначе тент перегорит. По температуре достигло 425 градусов. Поехали! Стоп! Теперь будем перегорить, что здесь и колокольчик, она постойла. Постепенно будем закрывать, а на стоило открывать. Держать температур на лодочках, чтобы вас необычнее, необычнее. Потому что, чтобы не слышать, не просто посвященник, а на стоило, необычнее. Да! Главное держать теперь 420 градусов. Продолжение следует... На нем скорее всего 1427 градусов. Продолжение следует... Не znajдь. По колокольчик, она покажется. reads thest. Ну,rop narrwillалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok